Лечение и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний обсудим сегодня с Татьяной Рейдер, главным кардиологом Новосибирской области. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Расскажите, как у нас в области обстоит ситуация с ишемической болезнью сердца, например, если сравнивать с показателями российскими? Я должна сказать, что Новосибирская область в плане выявляемости и смертности от ишемической болезни сердца у нас на хороших средних позициях. То есть мы не превышаем в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний многие регионы. Она у нас чуть выше общей российской, но на незначительное количество человек. Где-то среднее у нас получилось за полгода. С 16-го более 635 на 100 тысяч населения умерло от ишемической болезни сердца, что сравнимо с показателями общероссийскими. На сегодняшний день у нас отмечена достаточно стойкая тенденция за последние 4-5 лет снижение показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе. Что, собственно говоря, достаточно отрадно. И в наших условиях мы можем порадоваться такой тенденцией и, в общем-то, проанализировать, с чем это связано. И наметить себе какие-то пути для дальнейшего улучшения данного показателя. С чем это все-таки может быть связано? Благодаря чему снижается смертность? Ну, никогда не бывает какой-то одной причины в данной ситуации. Это всегда процесс многоплановый и значительный. Ну, естественно, это на этапе модернизации открытое первичных сосудистых отделений. Это открытие региональных сосудистых центров с возможностью инвазивного лечения острых состояний. Это улучшение этапов профилактики и профилактики вторичной. То есть уже после какой-то сосудистой катастрофы пациент возвращался в поликлинику. И там могли применить свои знания и новые технологии в реабилитации и в лечении данных пациентов. Это и ситуация, в которой можно сказать, что хронические больные у нас получают достаточно многоэтапное, многоплановое, высокоспециализированное технологическое лечение в федеральном институте, которое позволяет в ситуации продлить жизнь даже самыми тяжелыми заболеваниями или видами заболеваний ишемической болезнью сердца. А в чем специфика оказания помощи плановым и экстренным больным? Экстренный больной – это ситуация, когда ему помощь должна быть оказана в ближайшие минуты, часы неотложно. То есть на территории должны быть организованы такие центры, которые способны в кратчайшее время диагностировать и вылечить острую, крайне тяжелую патологию. Например, инфаркт миокарда. А ситуация, которая касается плановой помощи – это каждодневная вдумчивая работа не только участкового терапевта, но и врача, допустим, реабилитолога, и в том числе и пациента, который осознает риски в своем заболевании, в своем состоянии и пытается с помощью врача и других специалистов минимизировать их. Вот какие симптомы должны насторожить, на что обратить внимание, в какой момент вызвать скорую и что родственники должны делать? Симптом, который должен знать пациент – это симптом боли. Симптом давящих боли за грудины, который появляется, как правило, при физических нагрузках. И самое опасное, что они не проходят в покое и иногда не купируются полностью после приема нитроглицерина. И основное, что они должны помнить, если это больные, уже знающие и имеющие ишемическую болезнь сердца, что при возникновении боли за грудины нужно принять, сесть или прилечь, успокоиться и обязательно принять таблеточку нитроглицерина или воспользоваться спреем с нитратами. И если боль не купировалась, через короткий промежуток времени пригласить скорую медицинскую помощь или обратиться к врачу неотложной помощи, а больные, которые не имеют указаний на то, что у них есть ишемическая болезнь сердца или не знают ее, то должны обращать внимание на любые, может быть, первые в жизни симптомы, давящих боли из-за грудины. И по возможности обращаться за советом либо к врачу неотложной помощи, либо вызывать скорую медицинскую помощь. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин